Федеральный кабинет министров Германии хочет помочь жителям страны справиться с инфляцией через работодателей. Правительство приняло решение, что работникам положена премия из-за инфляции. И теперь немецкие компании могут выплачивать бонус до 3000 евро в дополнение к заработной плате, который не будет облагаться налогами и пошлинами. Deutsche Bank сообщает о росте цен на междугородние поездки. Подорожание планируется с 11 декабря, когда железная дорога перейдет на зимнее расписание. В среднем цены на билеты вырастут на 5%. Еще дороже станут так называемые гибкие билеты – почти на 7%. И о культуре. В Бадзальцуфле не состоялась первая после пандемии, ярмарка. Это главное культурное событие в жизни русскоязычной Германии, куда съезжаются соотечественники со всей Европы уже 20 лет подряд, чтобы окунуться в родную культуру и традиции. За два дня на праздничной сцене выступили Лайма Вайкули, группа «Мираж», Миша Марвин, Олег Кензов и многие другие звезды. Для посетителей была организована и большая ярмарка уникальных товаров. Здесь можно было купить то, что не найти в Германии, а так хочется. Матрёш, пирожки, павлопосадские платки, сладости и украшения из России. Не обошлось без угощений – шашлык, пельмени, чебуреки, пирожки с картошкой и пирожные, как в детстве. Этот щедрый праздник Германия точно запомнит надолго и будет с нетерпением ждать следующей встречи.